Манеж – святая святых для каждого циркового артиста, мечта и загадка для многих людей. Побывать в нем получается далеко не каждый день, а почувствовать себя артистом цирка порою дается только раз в жизни. День открытых дверей, как мы его называем, организовать часто, потому что, ну, наверное, знаете, есть поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы немножко ее перефразируем, лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть. Потому что, если хочешь действительно понять, что происходит в Манеже, что такое быть артистом цирка, то нужно только им попробовать стать. Попробовать себя в роли дрессировщика экзотических животных стало возможным только на арене сочинского цирка. Попугаи – участники одного из номеров программы. Несмотря на то, что все пернаты уже выдрессированы для непосвященных вазы работы с птицами, даже самые простые трюки могут стать травматичными. Другое дело – собаки. Этих четвероногих в цирке немало. На репетиции эти питомцы выходят в приподнятом настроении. Только оказавшись на арене, псы начинают репетировать свои номера. Стимул для них – печенье и сухарики, которые выдаются за правильное исполнение трюков. Журналистам предоставили возможность опробовать себя и в рейнском колесе. Катание в нем не кажется особо сложным, но на деле не все так уж и просто. Но тем не менее у некоторых новичков получилось. Вот на арену выходят акробаты на конях. В своих номерах артисты легко выполняют сложнейшие трюки. Но для неподготовленного человека даже встать на лошадь во время бега совсем непросто. Один из самых ярких артистов московского цирка – уже известный многим шимпанзе Фил. В Сочи этот примат впервые принял участие в выступлении. Успел он и прогуляться по курорту, и даже первый раз в жизни увидел море. По повадкам Фил схож с людьми, по крайней мере по телефону разговаривать он умеет. Но от вредных привычек не избавился и в первую очередь проверил все карманы на наличие, видимо, ненужных никому, кроме него вещей. Также журналисты смогли почувствовать себя воздушными акробатами, взлететь под купол цирка, его высота около 20 метров. Очущения, мягко говоря, смешаны. По словам самих акробатов, многие из них за долгие годы тренировок не смогли привыкнуть к высоте. Так и выступают перед зрителями, превозмогая страх и дискомфорт от страховки. Атмосфера в зале, когда сидит ползала или тем более четверть зала, не та, когда сидит аншлаг, и когда зрители тепло встречают артиста, а это заряжает их дополнительные эмоции, потому что артист, он работает даже не столько за деньги, сколько именно для зрителя, и аплодисмент это его награда. Многие из участников труппы московского цирка – потомственные цирковые артисты. Арена для них, дом родной гастроли, не прекращается никогда. Сочинцев артисты ждут каждый выходной в 16.00. Гастроли программы «Гигантский шимпанзе» продлится до 20 апреля. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.